Здравствуйте, я Екатерина Недачина и вы смотрите экономические новости на Инстативи. Во вторник на товарном рынке золота было отмечено небольшое восходящее движение, связанное в основном с поступившей на рынок информацией о наращивании закупок драгоценного металла Китая. По расчетам экспертов, в скором времени потребление золота в Поднебесной увеличится на 29%. Тем не менее, столь оптимистичные ожидания сдерживают логичный рост цен, так как инвесторы сосредоточены на предстоящем заявлении Бена Бернанке. А именно, участники рынка снова ждут намеков относительно судьбы стимулирующих программ от Федеральной резервной системы. В результате котировка золота поднялась в среднем на 3 доллара к отметке в 1276 долларов США за тройскую унцию драгоценного металла. Что касается рынка нефти, то здесь преобладают медвежьи настроения. Вчера Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогнозы роста мировой экономики, что привело к снижению спроса на энергоресурсы. В частности, североморская нефть марки Brent потеряла за вчерашний торговый день 1 доллар 60 центов, опустив котировку к отметке в 106 долларов США за баррель. Цена на черное золото также уязвима к сообщениям относительно программы количественного смягчения, от чего испытывает немалое давление. Уже сегодня о Бернанке выступит со своей долгожданной речью, об итогах которой вы узнаете из наших информационных выпусков. Не пропустите!